Привет, дорогие друзья! С вами девчонки Лис. Мы знаем, что вы очень соскучились по нашим видео, поэтому сегодня мы приготовили для вас кое-что интересное. Помните наш мокрый поход, где зона испытывала нас проливными дождями и палящим солнцем? Видео заканчивается на том, как мы в Припяти покидаем свои апартаменты. Сегодня мы раскроем вам наш маленький секрет, как же мы выбрались из города. Обязательно досмотрите это видео до конца, и мы уверены, вы будете удивлены. Ну а пока давайте вспомним, что же интересного было в этом походе. Наши приключения, как всегда, начались с заброса через колючку. Так, мы идем со Светланой по неизвестной нам дороге к нашему основному маршруту. Только что сверли с картой. Идем в ночи. Только что впрыснулись в зону через колючку. Море пауков. Дорога нехоженная. Огромные просто пауки. Без фонариков мы бы тут были съедены пауками. Слева от нас луна светит где-то за деревьями. Вот идет Светлана с рюкзачком. Огромный наш паук, жирный такой. Питаются они здесь знатные. Пожрал сталкера какого-то. Все, идем дальше. Ноль-ноль часов. Мы идем по какой-то просеке к Чернобыльской дороге. Которую собираемся пересечь. И идти вдоль Чернобыльской дороги по другой просеке. Сейчас мы будем пробираться через кустарнички. Может быть найдем еще черники, которые очень здесь сладкие и вкусные. Сидим на привале. 23.00. Мы прошли одну треть пути до Ужа. По дороге к Ужу мы сбились с пути. Потеряли тропинку. И в итоге нам пришлось идти напролом через высокую траву. Близилось утро. Трава была вся в рассе. Естественно, мы вымокли по колено. Мы вышли к Ужу. Сделали небольшой привал. Зажгли свечи. Заварили кофе. Ждем рассвета. Ну вот уже и рассвело. Светлана пытается разжечь костер. Сейчас 4.30. Вот сюда мы вышли. К болотистому Ужу. Нам надо теперь идти назад. По берегу это замечательные реки. Удалось разжечь костер. Пионерский костер. Дальше нас ожидал квест по поиску брода. Так как к реке мы вышли совсем не в том месте, где изначально планировалось, на поиски брода мы потратили несколько часов. Еще больше устали и окончательно промочили всю обувь и натерли мозоли. А впереди нас ждало еще много километров пути до Припяти. Может туда пойдешь? Ну вон там вон. Там я. Ааа. Ну вот трусы намочила. Глубокая? Глубокая. Переходим Ужу в брод. Прогибались тут с бродом. С шести утра. С шести утра. Два часа и седьм брод. Сначала в одну штору. Потом в другую штору. И короче, беседок и брода в фонтане. В фонтане не нашли. Ну, нашли свой брод. И вот так мы переходим. Немножко коснулось. Вот так. Светлана, что вы кушаете? Восстанавливаем силы. Куриное мясо. Очень вкусно. Тут так раскинали вещи на сушку. Расслажились пальнички. То, как мы искали этот брод, не передать словами. Нам никто не поверит. Поэтому мы не будем рассказывать. 10.30. Собираемся идти дальше. Не удалось нам поспать, потому что закрапал дождь. Пол первого. Идем под лэпом напрямую к нашей сцене. Час дня. Мы сидим под лэпом. Отдыхаем. Светлана, поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста. Ну, что я вам могу сказать. Очень советую ходить по нашему маршруту. Новый маршрут. Просто изумительный. На выживание. Сюда-сюда-обратно. Кто выжил, тот молодец. Называется. Дойди до прибытия или умри. Называется. Да. Начинается гроза. Мы, наверное, сейчас будем прятаться в плащи. Зона решила нас еще немного намочить. А вот так в плаще выглядела Людмила. Взлаки ведьмец Чадва. Скоро же будем к бетонке подъедать. Попали опять под дождь. Все наши ботиночки мокрые насквозь. Джинсыки мокрые насквозь. Палец уже не чувствую. Лапочки. И снова мы топаем под дождем. Мы в Камбачах сошли в заброшенное здание. В кустах наткнулись на ментов. Они сидели в машине, караулили автобус. В автобус пробраться не удалось. Мы неподалеку. Ждем темноты, чтобы выдвинуться в Припять. Завариваем кофе. Хватит. Спасибо, Светлана. Дождь наконец закончился. Но очень холодно. Мы очень сильно замерзли. Будем надеяться. Что-то темноты нас не поймают. И мы благополучно доберемся все-таки до Припяти. И вот мы на подходе к Припяти. Осталось несколько десятков метров, и мы у цели. Идем по мосту смерти. И в этот самый неподходящий момент начинается ливень. В город мы заходили уже полностью мокрые. Даже плащи уже не спасали. В кромешной тьме мы пытались найти нужный нам дом. Наплевав на всякую конспирацию, светим фонарем вокруг себя, чтобы хоть что-то разглядеть. После такого адского заброса мы чувствовали себя полностью разбитыми. Вся одежда мокрая, ноги сбиты в кровь, плечи натерты лямками тяжеленных рюкзаков. Да еще и хата в этот раз попалась засранная. Видимо, ее спалили менты, и сталкеры решили ее закидать мусором. Мы в Припяти. Вот в такой помоечке. И обои. Это вот. Окна. Да, улица дождь. И мы смертельно уставшие. Ножевые. А дождь за окном все продолжается. Делать нечего. Идти на улицу было совсем неохота. Мы решили прогуляться по квартирам и подыскать себе более подходящие апартаменты. И, кстати сказать, в этом доме мы нашли очень даже неплохо сохранившиеся комнаты с интересными обоями. И, кстати, мы сейчас не можем сделать это. 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 И, кстати, мы 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 можем сделать это. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ванна электростанция Видна Дома Кругом дома Џе Оглоп Крыша, на которой лежит леплану, зашкаливает по Бетти. Осторожно. Господи, как ужасно она надулась. Выключили. И богами он тоже зашкаливает. Обследуем квартиры в нашем доме. Этажом ниже стоит очень хороший диван. Его можно было бы перетащить в наш дом. А там есть вообще диван. Что у нас здесь? Тоже неплохой диванчик. За окном дождь, как обычно. Привычный нам дождь. Уже как родной стал. Кухня. Следующую квартирку. Ну, здесь пустая квартира. Там что? Да нет, ей есть? Да уже нет, смотри. Хорошая комната. А, трусики все. Тише. Какие носочки. И шкаф так много. Для меня сохся. Ну, тут сухо. Так, ладно, сейчас следующее хватит. Шкафы. И ничего кроме шкафа. Очень хорошая квартирка. Остались хорошие обои. И две отличнейшие кровати. Света. Я нашла залезать динозавра. Две отличные кровати. Хорошая хата. Это хата тоже. Это хата? Ты видишь, надолк там? Это хата. Угу. Ну, ты видишь, здесь все крючочки, вешавочки. Замечательная хата. Вот здесь вообще чистая комната. Смотри, солнечный какой. И два дивана. Эта хата отличная. Мы нашли отличную хату. Можно сесть. Отличный стул. Отличные... Матрасики. Матрасики. Да, у нас обои повесенее. Угу. Более креативное. Идем смотреть дальше. Тут, наверное, из-за обоих не касались. Кухня. Дальше все по стандарту. Стандартно советское. Мебель. Мебель. Все одинаково. Вот так вот. Уходим из нашего дома. Наш домик. Идем. Куда мы идем? Идем к дому быта. Идем к дому быта. Там нас заберет туристический автобус и доставит до Киева. Бесплатно. Идем к дому. Мы около дома, бельта. Пришлось обойти много пресечных ложей. И вот мы здесь. Ух-х-х-х. Идем к дому. Ух-х-х. Белый лс. Около Домбыта стоянка туристических автобусов. Чуть не спалилась. Мы собираемся ехать на этом автобусе. Никого не любят, стоим как два тополя на плющине. Мы знаем, что нам делать. Дозвониться ни на кого не можем. Ждем туристов, когда они насмотрятся. И потом с комфортом поедем на этом автобусе. Совершенно бесплатно. Это нужно засеять. Главное, чтобы нас не спалили на КП. Каким образом? Начнут проверять по спискам. Людмила. Мы убежим в поле. Ноги уже нет. Идут какие-то туристы. Прямо на нас. Целая толпа туристов. Сейчас мастерику по леску увидим. Мы присоединились к экскурсиям. Я ботинки себе купила. Я вижу. Разнашиваешь? Они такие удобные. Боже. Вот Люда не купила себе ботинки. И все новые. Теперь в пакеты уходим. Ну я тоже в пакеты. Капец. Вон у меня нет. Мы здесь разрушились. Мы с Халюшем поймали. Нет, дай мне Рада. Пока я все это безусловно придумала. Покажи. Покажи. Злиже до кущей там меньше бруда. Давайте а я поторваю его заходи. Хорошо. Белые шкарпетки и бучики ружевые. Пойдем. Пойдем мы туда восходим. Ты хочешь в бассейн зайти? До такой наглости сталкеры еще никогда не доходили. Да уже доходили несколько раз. Светлана вышла в свет вот в такой вот рубашке. Здесь течет. Сейчас начинается ГПТУ. Перепетская. Здание ГПТУ после авария также функционировало. По родному принадлежащему назначению здесь была дозиметрическая лаборатория. Городское профессиональное училище, да. Бурса так сказал. И по левую сторону у нас с вами здание центрального узла связи. Обратите внимание на второй этаж. В углу стекол пылевые отверстия от боевого оружия. Здесь значит последние два года служит безопасной Украины. Вместе с национальной гвардией. Начали тренироваться в городе Припяти. То что они делают. Садят своих снайперов на кровлях домов. И занимаются тем, что расстреляют город. Мишенями либо просто по окнам. Тем самым они якобы тренируются. Но в таком большом городе, в принципе, заросшем, что здесь можно тренировать, большой и большой вопрос.